Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов. Вы на моем канале Комментбай. Магазин специализированный по установке и продаже дымоходов. Перед вами кирпичная кладка, она зашита и вы видите, что кирпич идет в середине стены, то есть в разрыве стоит керамзитобетонный блок, потом кирпичная кладка и потом снова керамзитобетонный блок. К нам заказчик обратился со следующим вопросом. Поставить ему камин и, конечно, камин на штатное место. Я не отделочник каминов, я не каминщик, я монтажник дымоходов. Что мы будем делать? Мы будем загильзовывать полностью кирпичную кладку за гильзом и прочистку мы поставим внизу. Прочистка будет в этом месте. Еще раз обращаю внимание. Вот наш аппарат. Это каминная топка Invicta. Модель FIRE 1100 до Invicta. У него классное возбережение еще идет класс А. Об этом я тоже пару слов скажу в конце видео. И вот наша шахта кирпичная. У нее размер 250 на 250. На камине размер идет 220-225 миллиметров. Будет установлен здесь дымоход из нержавеющей стали IC 304 1 миллиметр. Ну и, конечно, вот он стоит 220 диаметра трубы. Все в толщине металла 1 миллиметр. Будет врезка идти. Будут два тройника стоять. Сейчас я вам это покажу. На что надо обращать внимание при сборке дымоходов. Смотрите, как вы можете собрать камин. Здесь можете собрать по дыму, по дыму, по дыму. А потом врезатель идет по конденсату. Да, вы можете так собрать. Если вы сделаете... Вот здесь вот такая юбочка. Видите? Юбка. Для чего она нужна? Она противоконденсационная. Конденсационная юбка нужна для того, чтобы конденсат стекал и он не попадал вовнутрь. Если у вас такой юбки нету, то не собирайте подым. Мой вам совет. Соберите все по конденсату. Чтобы конденсат потом, потому что, который конденсат стекает, он может затекать вот в эту вот часть. И потом он может у вас появиться на топке. Да, это не исключено. Конечно, вам может повезти. Но если вам не повезет, то это не очень приятно. По грибку есть еще один такой нюанс, который вы должны... Топка. Это вам не игрушка, а не метод. То есть, огромный расход ров будет идти. Вот эти вот грибки, смотрите, в моем... Ставьте сантиметров 20 вот эту вот часть. 20-25 сантиметров. Почему? Потому что большое количество воздуха она будет забирать. И большое количество дыма будет отдавать дымоход. Если вы поставите низенький грибок, он будет задыхаться. Будет задыхаться печка. Она должна дышать. Сейчас я приехал на следующий день и покажу результат работы, которая была нами сделана. Наверху выходит ставка 220. Вчера была ночь, когда мы уже заканчивали. Вернее, не ночь. Был вечер, но было уже 6 часов. Обязательно выходите за общий грибок и грибок. Мой вам один совет. Грибок ставьте повыше. 20-25 сантиметров на таких больших объемах. Ну и вообще, даже если вы берете небольшой объем, там камин в районе 200-ого диаметра, либо печь-камин, выше приподнимайтесь на 20 сантиметров. Ни в коем случае не маленький. 5-10 сантиметров это очень-очень мало. И на тяге это, конечно, сказывается. Вы также должны учесть, что, конечно, идеальный вариант был бы поставить утепленный дымоход наверху. Но мы живем, к сожалению, не в идеальном мире. И здесь врезаться просто не было возможности. А теперь пойдемте, я вам покажу внизу. Видите, внизу точка. Он по моему указательному пальцу. Что это такое? Это прочесной карман, который должен быть на любом тепловом подрегате, который вы устанавливаете. Я вам рекомендую. Ставьте прочесные карманы. Вот это фасад. Это фасад дома. В дальнейшем это все отделается. Либо алюминиевый лючок поставится, либо люк-невидимка. Это уже второй вопрос отделочный. Моя задача здесь было поставить прочесной карман. Сейчас немножко прохладнее, когда я зайду во внутрь и расскажу, как мы к этому прочесному карману пришли. Для чего он нужен? Для того, чтобы вы могли прочистить дымоход. Это раз. И для того, чтобы вы могли взглянуть на него во внутрь, это два. Также она утеплена. Здесь поставлена пена термостойкая. Она красного цвета. У нее отличительная характеристика. И заглушка утеплена для того, чтобы не было холода. Теперь вам надо, к примеру, у вас дымоход забился, либо у вас есть какие-то сомнения. Может, туда кто-то упал, птица. Вы просто берете видеокамеру, как я сделаю сейчас, и вставляете. И смотрите, чистый дымоход или нет. Все. Вот это идеальный вариант. А все, что упало вниз, вот сюда, это все убирается. Прочесной карман, он очень-очень важен. Без него можно, конечно, эксплуатировать, но нежелательно. И сейчас, пока я иду, буду вам немножко рассказывать. Вы должны вообще понимать, для чего вы делаете дымоход, для чего вы делаете камин. Рано или поздно, запомните, у вас вопрос с прочисткой станет. На этом объекте я сначала считал дымоход 220-го диаметра, с учетом того, что будет стоять дымоход одностенный, круглого диаметра, но без стройников. Заказчик сначала говорит, Клима, зачем мне тройники? Зачем мне тройники? Давай поставим сплавненьким врезом. Ну, конечно, не под 90 градусов, а под 30, а не 35, а 45 градусов. Я говорю, хорошо. Я ему просчитал. Потом мне перезванивает. Говорит, Дмитрий, а конденсат пойдет в стопку? Говорит, пойдет, никуда вы от этого не денетесь. Второй вариант, куда отправить этот конденсат? Смотрите. Если вы все-таки решили не ставить пропускной жерна, то тогда сделайте следующий объект. Это большие диаметры дымохода. Что делается? Делается следующее. Вы просто... Надо сделать такой переход, который бы стал во внутрь пищи. Есть противоконденсатные вставки, которые позволяют систему собрать по конденсату. Но это большой, это не 200 диаметр. Здесь внутренний 215, а наружный диаметр составляет 225 миллиметров. Поэтому здесь индивидуально надо сделать переход и отправляться во внутрь. Если вы этого не делаете, то конденсат может пойти вот сюда, сюда, сюда. И что у вас произойдет? А произойдет следующий вопрос. Начнутся неприятные запахи в помещении. Чем это грозит? Двумя вариантами. Вы топите камин, либо не топите камин. Все. Поэтому, если есть возможность, поставьте через страничок. И здесь загачик потом говорит, Дмитрий, давай посчитай так, чтобы мы с супругой сели потом на диван и не думали о том, течет у нас конденсат в топку или не течет. Вот как мы пришли к тому, что будет устанавливаться прочистной карман. Вот у нас здесь сборник конденсата стоит, он заглушен. И мы пошли вверх. И здесь врезались под углом 45 градусов. На таких больших топках не экспериментируйте. Врезку делайте под 45 градусов. Потому что дым, он плавно пошел-пошел. И плавника заходит. Можете еще 67 градусов сделать, когда ограничено. 75 градусов. Но не 90, ни в коем случае не врезайте. Эти тепловые агрегаты, вообще, если вы возьмете инструкцию, то там смещение 20 градусов указано. Это очень мало и это очень круто. То есть, это практически, никого смещения нет. И пошли. И обязательно. Здесь метраж около 8 метров. Мы поставили шиберную заслонку. Для чего она нужна? Снова же, для оптимального горения. Для того, чтобы у петуши дым немножко. Для того, чтобы задержать огонь. Потому что дрова, вот это вот, огромные топки, будут улетучиваться. Ай-яй-яй. Метр 10. Инвиктор. Это очень крутые показатели. Шиберная заслонка в дальнейшем просто обрежется. Она из ржавейки. Обрежется на том участке, где необходимо. Корее всего, на балдашной какой-то станет. Также обратите внимание, матовая нержавейка. Это не 201. Это IC 304. Толщиной металла 1 мм. Также у меня заказчик спрашивал. Дмитрий, а 430-ка либо 304-ка? Чем отличается? Потому что я изначально считал два варианта. 430-ка и 304-ка. Конечно, можно понимать, что 304-ка гораздо дороже. Ну, не гораздо, на 30%. И здесь все очень просто. IC 430-ка. Максимальная температура использования в дымоходе. 400 градусов. Я встречал еще 450-ка. Не знаю, как они сделали, потому что идет градация 400-500-600. Ну, встречал. Поэтому никуда. У всех практически стоит Т-400. Это максимальный режим использования дымохода. А в 304-й IC, толщиной металла 1 мм. Т-600. Все. Точка. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Какая здесь температура? До 400, либо больше 400 градусов? Не знаете? Я вам отвечу. Как правило, это больше 400 градусов. Поэтому можно ли использовать 430-ку? Да, можно. Если вы будете правильно ее использовать и не будете перегревать дымоход. А за этим, как правило, потребители уже не следят. Вот эта труба, конечно, не должна нагреваться. Не должна. 500-600 градусов нельзя. 400-500 нормально. Окей. Но не 500-600 ни в коем случае. Поэтому даже если здесь возгорание сажа будет, будет на своем опыте, скажу так, 304-я держит нагрузку без проблем. На возгорании у меня есть один объект, где сажа загоралась уже три раза в 304-м, и ничего не стало. Все. Здесь нюансы маленький рассказал. Обязательно смотрите при установке таких вот каминов, серьезных каминов, не делайте врезку под 90 градусов, как бы там ни было. Собирайте систему по конденсату. И еще. Я вам в начале видео говорил о том, что здесь по классу энергодережения, класс А, я думаю, у инвикты будет, это уже маловато, А-плюс должен быть, я не говорил про А2-плюс, а скорее всего у инвикты будут сильные изменения в ближайшем будущем, потому что стандарты меняются. Да. здесь стоит задний отбойник, вверху отбойник стоит, который отправляет дым вот сюда, в эту область, в эту область, и также сверху тут и тут. стандартная колосниковая решетка, здесь их раз, два, три, четыре такие вот чугунные решетки, и подача воздуха происходит через такую регулировку, а также открывание ротника, если вам надо почистить, вычистить, здесь, потому что залыть здесь будет довольно много. Вот такой вот чугунный элемент, который позволяет дровам находиться внутри топки и ловариться при открывании. Она закрывается, ну и также она может открываться еще вот в положении, ну посмотрите, какой там парад, здесь при монтаже дымохода вы должны относиться очень серьезно, и ни в коем случае не заужайте сечение дымохода, ни в коем случае. Двухсотка под большим вопросом здесь стоит, ну а я, так, как здесь канал уже сделан, канал кирпичный, 250 на 250, на втором этаже, правда, было смещение, но ничего страшного, мы справились, поэтому использовали его на 100%. Если здесь канал был бы 5 кирпичей, то есть 140 на 260, либо на 270 прямоугольник, ну ничего не сделалось, использовали то, что есть, и вошли бы гельзы. Работал бы дымоход? Я думаю, работал бы. На этой высоте 8 метров он бы работал. С вами был Дмитрий Михайлов, Коминбай, подписывайтесь на мой канал, заказывайте у меня монтаж дымоходов, всем хорошего настроения, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok